добрый день ребята и у нас очередное включение замечательного участка на острове мидл кайкас средний кайкас мы с вами находимся на территории отеля dragonfly почему он так называется видите какие тут крыши они совпадают светом воды и dragonfly он называется потому потому что вот там внизу dragon кей конечно это величественный атлантический океан это великие волны огромные волны мы заехали думали за этим перекусить заехали муджин грил бар одноименный харбор здесь мыс вот и замечательный отель давайте спустимся к пляжу немножко расскажу об этой бухте вообще как вам уже должно быть известно мы путешествуем с вами по острову средний кайкас мидл кайкас вот на автомобиле и мы недавно посетили замечательную бухту бамбара вот и там был замечательный вид погода нас сегодня немного подводит вот и как бы поэтому дождливая и мы-то в машине прячемся то выходим на улицу момент по путешествию нами дал норк норс кайкас единственное место куда удобно с провиденциалиса путешествовать на машине вот поэтому как бы арендуем машину я наверное уже захватывал показывал honda fit на самом деле машина даже лучше чем мы арендовали на провиденциалисе вот на день мы ее взяли по стоимости потом расскажу детали вам вам но смысл в том что воскресенье это не самый лучший день путешествовать на мидл и норс кайкас все бизнесы все кафешки все магазины будут закрыты и поэтому как бы ну мы поехали сегодня думали как бы из-за погоды то есть как бы скрасить плохую погоду пребыванием здесь но в итоге получилось так что нигде не остановиться нигде ничего не купить и получается вот такой как бы у нас замечательный пляж пляж называется марджин бэй то есть одноименный пляж посмотрите какие виды шикарные тут открывается одновременно одноименный вид и то вот dragon key dragon key ну dragon переводить не буду всем наверное понятно кей это риф мыс и вот тут вот находятся такие замечательные домики это территория отеля как я вам сказал dragon fly вот и сам пляж величественный пляж марджин бич бэй посмотрите какой ход шикарный типа скалы кейп то есть можно посидеть посмотреть но просто великолепие был дождь стекает на всякий случай здесь мы можем укрыться от дождя вот такой замечательный марджин бэй бич и такое замечательное место я снимаю и что-то капает потому что дождь шел это вообще шикарный вид не передать такой кейп это кейп и посмотрите какого цвета вода но это просто обалдеть этот пляж называется марджин бэй бич находимся мы на севере острова мидл кайкас как я вам сказал что остров самый большой в архипелаге кайкас вот но живет там всего лишь 400 человек отели порядка трех отелей здесь только на этом острове вот посмотрите какие волны но это просто а то есть таких шикарных мест таких как бы а изысканных уникальных экспрессивных мест на нашей земле не так уж много и это вот он такой замечательный атлантический океан напоминаю марджин бэй то вот у нас dragon кейп риф дракона и такое замечательное место можно здесь остановиться вот там мы хотели посидеть в той кафешке на самом-то деле вот но она закрыта опять же в рекламе она как бы и открыто сегодня должна якобы до трех часов дня работать но опять же как я вам говорил что ну что взять с этих людей что взять с этих людей и посмотрите какие там скалы ответные то что да это просто обалдеть кто-то говорил что как бы ну гавайи да вот и вам гавайи ого меня это волна может смеси смыть посмотрите какие там это пещеры вот и такой замечательный пляж таким белоснежным песком реально шикарно это просто но вот эти вот отвесы скалы блаф тоже просто но сегодня мы попали в сказку на самом деле я ни грамма не жалею ни грамма не жалею что мы ли сегодня в этот пасмурный день решили посетить сразу два острова Ну и как я вам сказал, мы были на Бамбара-бэе, это то, что мы смогли южнее всего заехать, вот дальше мы, понятно, не поехали, развернули, и теперь уже возвращаемся назад, возвращаемся назад к барому, вот, понятно, что дождь нам мешает, нигде не посидеть, надо еще заехать на заправку, заправиться, я очень удивлюсь, если еще заправки сегодня не будут работать, и нам негде будет заправиться. Но вид просто отпадный, посмотрите, какие отвесы, замечательный мыс, и просто непередаваемые эмоции, непередаваемые живописи, ого, волны на самом деле могут и смыть, поэтому возьмем сюда, волна приличная на самом-то деле. Ну, такие, да, были волны на Гавайях, но, как и здесь, я не ожидал, и вот туда давайте я буду подходить, и я обязательно на себе сделаю эту фотку, потому что, ну, реально, это надо снять, это надо сфоткать, таких уникальных мест на нашей земле. Так вот, снимаем машину, стоимость машины 85 за сутки, взяли самую дорогую, маленькую, ну, понятно, Honda Peak, вот. Дорога ехали, дорога замечательная, вот, но, опять же, чтобы добраться, например, мы даже не поехали на самую южную точку Миддл Кейкос, самая удаленная от паромной переправы, потому что, ну, реально можно и не успеть, а ехать от паромной переправы до Бамбара Бэй где-то минут 40-50, вот. И туда еще можно было доехать до самой южной точки, там был красивый пляж, но уже решили не ехать туда, вот. И после Миддл Кейкос там, понятно, идет Ист Кейкос, после Ист Кейкоса еще южнее идет Саус Кейкос, но, опять же, на Ист и на Саус Кейкос мы не попадем, потому что, как бы, туда только переправа водяная, ну, и, понятно, за один день все не успеешь. И посмотрите, какой величественный океан, это можно снимать долго, наслаждаться и получать от этого удовольствие. Так вот, дальше мы не поедем, но я бы сказал, что в глубину, где-то на процентов 80-90 мы заехали. Так вот, про машину рассказал, дороги хорошие, везде есть указатели, понятно, людей нету, только ты и только природа. Вот, если ты увидел человека только в деревне, за пределами деревни людей практически нет. Да, опять же, повторю, это замечательный вид спуфи, Марджин Бэй. Вот, всем рекомендую и обязательно, обязательно сюда надо приехать, когда будет неветреная погода, когда будет недождливо для того, чтобы запечатлеть этот замечательный вид и поймать эту великолепную картинку. Это что-то, это просто обалденный вид, вот эти вот скалы свисающие, такое, понятно, не сравнится с гавайскими горами, но все равно замечательно. Так что, ребята, будьте дальше со мной на связи. Сегодня у нас ожидается еще включение с Норс Кайкас, то есть мы уже подъехали практически к нему, заедем на заправку и надеюсь, что там будет все более, все открыто, потому что там живет больше людей, вот, более обитаемый остров. И, да, следующее включение, следующее включение у нас будет с Норс Кайкас. Пока-пока!